Всем бламенный хлоплив, приветствую вас на канале Усэм Эльвен из жаркой солнечной Флориды. Итак, сегодня у нас с вами Volkswagen Atlas Test Drive, расскажу и покажу. Так, ребят, совершенно недавно я записывал полный обзор этого автомобиля, поэтому не буду повторяться. Я уже сказал, что сейчас есть в наличии, посмотрите, вот можно купить, есть Cross Sport черный на белом салоне. Есть вот такое вот, это все полноприводные версии и версии с двухлитровым двигателем, напоминаю. Это вот предыдущая версия и вот еще есть черный семиместный, ну вот, собственно говоря, тот, который сейчас мы приобрели для покупателя из Майами. И я, более того, эту машину буду отгонять сам в Майами, потому что, в общем, так получилось, нужна помощь. Соответственно, видите, то есть в итоге мы оформили кредит, выбрали машину, оформили кредит, забрали без каких-либо переплат и так далее. И, собственно говоря, я уже делал тотальный обзор, но поскольку мне представилась такая возможность догнать машину, и, соответственно, мне заодно представилась возможность тест-драйва, поэтому я и, соответственно, поезжу и поделюсь с вами. Кстати, машина сейчас, она абсолютно новая, с минимальным пробегом. Ну, там, минимальный пробег, это я имею в виду, он практически нулевой, то есть там, сейчас давайте глянем, сколько у нас сейчас пробег здесь. Так, великолепный у нас, говорит, там немецкий автомобиль. Так, ну и где, где, где пробег? Давай, 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 давай. Здесь вот начинает грузиться экран. А, видимо, он пока не хочет. Он пока не хочет, короче. Я думал, что он сейчас, как на BMW, сразу раз выдаст там пробег. Значит, заодно и для заказчика покажу. Такие вот ключи у вас. Два ключа, естественно. И, соответственно, для того, чтобы вам завести автомобиль, у нас сейчас жарко достаточно. Закрыли и раз, два. И вот вам автомобиль завелся. То есть, в принципе, у вас всегда под рукой автозапуск автоматически уже, он у вас по определению здесь уже встроен. В ключах это не какая-то специальная версия, это, в принципе, есть на всех. Поэтому очень удобно, когда холодно, когда жарко. То есть, заранее автомобиль у вас либо охлаждается, либо подогревается. Уже засветилась полоса вот эта светодиодная. Я уже неоднократно показывал. Напоминаю, что мы купили этот автомобиль за 61 тысячу total. И обратите внимание, он уже стоит на номерах. То есть, полностью машина уже все под ключ. Обошлась в 61 тысячу. Со всеми налогами, сборами, регистрацией. Это самая топовая и самая дорогая версия. С максимальными опциями, которые только бывают. Давайте откроем. Посмотрим. У нас должны уже... Да, ну так и есть. У нас с вами здесь и шторка, и вот такой вот Roald Assistance бардачок, и agonizer, и коврик. И, короче говоря, здесь вот первая помощь, и коврики, это для третьего ряда, вот туда вот еще один. То есть, все-все под ключ обошелся в 61 тысячу. Включая все допы, все расходники, все, что только вообще можно себе представить. Ну и на всякий случай мы осмотрим, а так это только что этот автомобиль нам передал менеджер. Я его сейчас буду доставлять в Майами. Ну что ж, давайте глянем, что тут у нас по пробегу все-таки. Я сажусь вовнутрь. У нас с вами есть здесь проекционный дисплей. Я уже говорю, камеры 360. Давайте у нас, вот собственно говоря, Завели автомобиль, складываем ключи. Так, у нас с вами аудио вот здесь вот таким вот образом, просто пальчиком можно делать. Ну заодно, я так понимаю, Ольга посмотрит, это автомобиль муж купил жене. И, соответственно, на нем будет ездить жена и мама с детками. Поэтому это семейный автомобиль. Я уже говорю, что Atos это один из самых семейных автомобилей, которые только можно представить. Ну что, поехали тестить. У нас до сегодняшний день 20 миль на пробеге. То есть, вот, ну пока я его сейчас по городу. И 415, это показано, насколько хватает бака. То есть, автомобиль сейчас при полном баке, а бак именно полный, он рассчитан на то, что 415 миль он проедет. Вот здесь вот я уже показывал, в принципе, у нас здесь с этой стороны колоночка, а здесь всевозможные можно тут менять. Ну вот видите, он даже карту, масштаб, стрелочка меняется. Ребят, у меня, да, есть у самого Atlas SE предыдущей генерации. То есть, вот такого вот вида, вот как белый стоит. Но он у меня в более простой комплектации, я бы сказал, намного простой в SE. Ну что, поехали, двухлитровый движочек. Очень, кстати, удобное вот такое вот переключение передачи. Здесь оно сразу отображается. Давайте посмотрим, какой еще вид. Еще есть вот такой вот вид. Fuel Tank Display у нас показан. Ну, это, кстати, все можно менять, ребят. Вот, я уже говорю, что здесь в зависимости от того, что вы, ну, хотите изменить. Посмотрите, есть подогрев руля, вот здесь вот он тоже отображен. Ну, мне кажется, максимально. Ну что, поехали. Первый свой трип, соответственно, мы отправляемся. Пристегнулись, застраховались и поехали. Проекционный дисплей, достаточно ярко. Цифры пока только показывают. Не знаю, что еще он может экспонировать еще. Ну, расскажу, потому что я, честно говоря, еще не имел удовольствия так вот просто проехаться, покататься. Да, еще до этого я уже рассказывал, что было два варианта двигателей. Был двухлитровый и был трех с половиной литровый. Сегодня у нас остался только один вариант. И они сделали некий симбиоз между трех с половиной литровым и двухлитровым двигателем. В итоге назвали его два турбо. Ну, честно признаться, я пока еще не знаю. Но все говорят, что он вроде как и не три с половиной, который был, но и достаточно мощный для двухлитрового двигателя. Я пока сказать ничего не могу. При этом, что забавно, расход оставили тот же. Ну, в принципе, все на сегодняшний день у нас только в угоду экологии. То есть больше ничего, мне кажется, никаких причин нет. Ну, вот, проехаться на дисплей у нас еще автоматически показывает знаки. Ну, и надо немножечко его отстроить, как, собственно, и зеркала. Отстроить мне под меня сейчас, потому что я немножко высоковато сижу. Ну, знаки считывает, это уже гуд. Конечно, ну, для немцев, я скажу так, для немецкого автомобиля это очень-очень мягкая подвеска. Очень плавно он едет по дороге и, так скажем, ну, приятное ощущение. Мне кажется, он мягче, чем предыдущая версия. Не знаю, с чем это связано. Возможно, двигатель полегче, потому что мне стоит 3,5-литровый. Может быть, еще что-то. Может быть, действительно, подвеска там, она переработана как-то или перенастроена. Но, в целом, могу сказать однозначно, что автомобиль чувствуется, ощущается мягче. У меня впереди дождь. Ну, и, соответственно, у меня есть, естественно, автосвет. И, смотрите, сюда вынесены, кстати, подогревы переднего и заднего. Бумс! Лол стоит. Сейчас мне надо перенастроить климат-систему, ребята. И есть вентиляция. Ну, в наших погодных условиях вещь незаменимая. Вентиляция сидений, потому что жарко практически все время. Подогревы, естественно, тоже, но и вентиляция. Мне кажется, ну, вот дождь пошел. Так, стоп. Вы знаете, рулежка примерно та же. Я не могу сказать, что она разительно отличается. Руль здесь такой более эргономичный. Лучше, чем на предыдущем Volkswagen. Может быть, за счет вот этого вот нового, какое-то покрытие у меня оно другое. Либо это руль просто на более высоком... Ну, вот, высокий трим, да, более высокая комплектация. И, может быть, здесь он другое. Но ощущения несколько иные все равно. Вот 21 милю я уже проехал, видите? То есть, 20 миль было до этого, одну милю я проехал. То есть, машина у нас абсолютно-абсолютно новая. Ну, едем дальше. Так, ну, собственно говоря, дождь закончился, пока я ехал. Еще, видите, одну милю проехал всего. И вот он дождь закончился. Еще фишка, значит, ну, сейчас обрати внимание на дворники. Я их убрал с автоматического режима. Посмотрите, как они работают. Это говорит о том, что у нас сделали покрытие. Вот это вот антидождь, так называемое. Блин, это такая, честно говоря, головная боль. Потому что на малых скоростях капли скатываются плохо. Ну, недостаточно хорошо для видимости. Как-то хочется все время протереть стекло. А когда протираешь, они вот так, вы знаете, как плохая резинка. То есть, ну, короче, у меня такое на Mercedes-Benz, когда я покупал, здесь такое сделали. С одной стороны, когда на скорости по трассе, это хорошо. Когда, конечно, это вот на небольшой скорости, но это такое себе. Поэтому, не знаю, это делается, типа, там, в подарок от дилера. Ну, нафига, ну, надо. Да, но здесь руль реально другой. Он airline, а у меня обыкновенный руль. Поэтому он и ощущается более под руку. Такое, знаете, приятное ощущение. Поэтому, ну, airline, наверное, того стоит точно. Музыка Хармон Кардон, я уже показывал. В общем, ощущение крайне приятное. Единственное, что пока мне не особо удобно. Я еще не привык вот к этим вот новым вот клавишам. Ну, во-первых, здесь, посмотрите, сколько остается пальчиков. Здесь у нас, давайте сделаем sync. И сделаем у нас авто. Вот так вот авто сделаем. И поднимем у нас синхронизацию полностью везде. Сделаем, чтобы она у нас была везде одинаковая. Сейчас он нам надует. Ну, и немножечко температуру получше. Такой вот 72, мне кажется, это вполне себе комфортабельная температура. Смарт климат, это, соответственно, вы можете... Вы можете либо рукой, видите... А, это рука, ноги... Ну, мне надо еще разбираться со смарт климатом. Clearview. Ну, это, соответственно, видимо, чтобы стекло не запотевало. Ох! Ну, в общем, есть с чем поразбираться немножечко. Даже мне, хотя я вроде как уже владелец Volkswagen, и часть этих функций мне понятна. Но что-то ноу-хау какие-то сюда уже внедрили. По ощущениям динамики. Ребят, динамика, конечно, не 3,5. Это надо отметить. Ну, я просто объективно говорю. При этом сказать, что этот старый предыдущий двухлитровый двигатель, который вообще ехал такое себе, да? Нет, это другой двигатель, явно, поэтому... Но и не 3,5. То есть, знаете, машина изначально, она для практичных людей. Она... Раптор поехал, красавчик. Она для людей, которые, ну, экономят и время, и деньги. Потому что это все-таки... Вагон всегда отличался практичностью. То есть, это машины, несмотря на ее даже топовую комплектацию, она достаточно стоит умеренных денег из своих конкурентов. Но ничего ближайшего за эти деньги не взять. Тот же самый, не знаю, Jeep Grand Cherokee Elka. Ну, и там большой набор всевозможных еще корейцев, например, да? Из японцев. Grand Highlander, он явно не дотягивает. Красивые здесь места. Проезжаем я заодно вам. Места покажу нашего Naples. Ну, в общем... В общем и целом, на мой взгляд, хватает. Я спокойный водитель. Мне не требуется какой-то огромной динамики, да? Тем более, что, в принципе, скоростные режимы лучше везде соблюдать. Я сейчас вот посмотрю у нас, какой еще вот такой вот вью есть. Видит, вот он сейчас мне цифровую скорость показывает. И, конечно же, прежде всего, на мой взгляд, удобно то, что всегда, если вы себе в Европу, например, ну, в Европе такой автомобиль покупаете, то вы легко себе просто переведете все в метрику, и все у вас будет, соответственно, пожалуйста, в километрах и в Цельсиях. Ну, или в Канаде, вот ребята, кто покупает себе приятное ощущение. Ну, давайте так, всегда новые машины, тем более в топовой комплектации приятно управлять. Я не думаю, что я кому-то тут открыл Америку и сказал, что вау, вы все офигеете, как это едет. Нет, но новый автомобиль в роскошной комплектации, в самой роскошной комплектации, приятное ощущение от управления нового автомобиля, приятная такая, ну, знаете, нерезкая динамика. У меня ощущение реально очень-очень положительное. И мне кажется, эта машина более спитая, чем предыдущий Volkswagen Atlas. Ну, возможно, немножечко отстроили получше руль, получше подвеску, ну, как бы, мне кажется, стало лучше, на мой взгляд. Хотя меня и старый особо не смущал. Volkswagen есть Volkswagen, о нем многие знают. Очень, кстати, удобно, нет больше кнопки. Вот я сейчас открыл панорамную крышу, и здесь просто вот такой вот ползунок, вы просто касаетесь его и пальцем проводите. Очень удобно. Ну, вот эти вот функции, в том числе и с... Здесь вот с климат-контролем и так далее. Все это прикольно, здорово. Единственное, что, ну, видите, оно даже вот, несмотря на то, что я только сел, уже пальцами вот здесь вот залапал. Ну, ладно, буду передавать Ольге, надеюсь, не забуду протереть, найду какую-нибудь тряпочку, да. Ну, кстати, очень неплохие тормоза. Приятно тормозить машина, не резко. Это такое, знаете, как бы очень уверенное торможение, при этом никакой резкости. То есть, мне кажется, отстроено очень даже неплохо. Мы, кстати, с вами, скажем так, вот сейчас проедемся, и я покажу, сколько у нас будет... Вот, посмотрите, он уже показывает 395 миль. Ну, я еду по городу, постоянно остановлюсь на светофорах, соответственно. Но я покажу обязательно расход. Вот, я думаю, что он сейчас на машине, на новой машине будет в районе, где-то, наверное, 20 миль на галорь, что соответствует, наверное, около 10 литров на 100 километров. Но, ребята, не забываем, что та же самая Sequoia гибрид ей примерно так же. А машина намного мощнее и больше, и она все-таки равный внедорожник. Поэтому я не назову при таком объеме, что этот расход, ну, невелик, и он такой. Да, он вполне себе приятный, но сегодня удивительный. Вот, видите, загорелась лампочка. Это значит, что будет спецтранспорт проезжать. В США приоритетные права имеют, и мигалки имеют только спецслужбы. То есть, ну, я имею в виду спецслужбы, понятно, которые специально назначены, я имею в виду, что в скорой полиции, тем более в небольших городках, то есть здесь даже в крупных городах у чиновников такого приоритета нигде нету, поэтому они ездят как все. Ну, может быть, президент, понятно, там губернаторы обычно не используют никакие мигалки, никакие специальные средства обозначения себя на дороге. То есть, обычно ездят, ну, максимум, не знаю, может быть, с машиной сопровождения, но, как правило, без мигалок. Да я вообще, честно говоря, не видел даже, чтобы там прям машина сопровождения, какой-то там службы или что-то такое, вроде как нет. Ну, не знаю, кто видел, расскажите, я не видел. Ребят, ну, размер автомобиля, конечно, дают о себе знать, он не изменился с момента, как, ну, там, моего кузова, да, предыдущего, то есть это те же размеры, но все равно вот это ощущение мне не покидает, потому что я только что доехал сюда на другом автомобиле, на Toyota Siena, и пересел сюда, и здесь, ну, явно больше места, ну, просто вот на порядок больше места, по крайней мере, в ширину. Ну, я вообще говорю, что, загуглите, не спорьте, пожалуйста, я каждый раз это повторяю, что Volkswagen Atlas имеет размеры более, чем он Cruiser 200 имел, то есть, на самом деле, очень большой автомобиль. Ну, вот, посмотрите, и сзади меня, на самом деле, очень много пространства и сбоку, и в целом, в общем, каждый раз, когда я пересажусь, уже понимаю, нифига, я управляю очень большим автомобилем, и клиренс достаточно большой, для многих это будет очень хорошо, допустим, в Майами, да и как вот ровно во многих городах, в Майами просто бывают дожди, и дожди, которые, ну, пускай ненадолго, но подтапливают, да, мне кажется, такая ситуация часто бывает в различных городах, не только в США, в Майами часто подтапливают, и в этот момент уровень воды достаточно высокий, клиренс нужен, ну, вот, некоторые спрашивают, что для чего, ну, почему, что, седан же, там, кабриолет и так далее, нет, ребята, ну, поверьте, бывают ситуации, когда в Майами бич больше метра воды, там, ну, пускай, ладно, 40 сантиметров, и, как бы, уже дискомфортно на низком автомобиле, это бывает достаточно часто. Очень часто вот эти вот пилоты Формулы-1, причем, посмотрите, вот впереди красный свет, я его вижу издалека, при этом автомобиль из соседнего ряда разгоняется, вот он нагоняет быстрее-быстрее, то есть, ну, непонятно, зачем так делать, он, в принципе, мог перестроение более спокойно совершить, он через крайнего правого ряда, ребята, вы знаете, у меня, когда по приезду в Амир, как и у многих, состоится впечатление, что здесь все идеально, все соблюдают правила, все всегда, как бы, ездят, как положено, нету вот этих вот дурацких маневров, нету гонщиков спиди, нету неадекватов, ребята, забудьте, все то же самое, все по-домашнему, вот, кстати, смотрите, сдвоенный, сдвоенный, по-моему, BMW, да, или Honda бывает такая, с двумя передними колесами, мотоцикл, ну, в общем, все то же самое, ребят, люди везде, люди, люди везде одинаковые, в США, в Зимбабве, в Южной Корее, в Украине, в России, везде одинаковые, все те же самые, в Америке, в том числе, никакое это абсолютно не исключение, ну, да, жестче здесь, конечно, правило, как бы, ну, жестче многие, наказания за, допустим, превышение возле школы, можно получить 300 баксов, еще и 3 поинта сниму, и здесь единственное, но, которое мне очень, кстати, нравится, что ваше нарушение не мог, знаете, как, ну, все знают, что я из Москвы, да, и, соответственно, в Москве очень многие нарушают, там, подзнаки, по парковку и так далее, ну, набрал нарушений, ну, и хрен с ним, бабки есть, оплатил, да, здесь так не катит, а будут поинты, будут нарушения, и, соответственно, как бы, ну, вас берут, сначала подорожает страховка, а она и без того нифига ни разу не дешевая, потому что страховка начинается от 120 долларов, даже на самый простой автомобиль, а затем, ребята, у вас вот до того, что просто аннулируют права и заставят пересдавать, и это на раз происходит даже за не очень такие прям значительные нарушения, ну, в общем, это проблема, прям проблема для многих может стать для нарушителей, потому что, ну, даже нарушение такое, как у меня, допустим, однажды, кстати, вот это, кто продает машину, не забудьте сдать во Флориде обязательно номера, отменили страховку, не сдали, если вдруг номера, не известили DMV, вам приходит письмо, потом второе письмо, и аннулируется права, и это очень многие про это не знают, и это прямо, как бы, тоже такой вопрос, который, знаете, для многих может стать очень-очень остро, будет проблема, и аннулирование прав, а, соответственно, вы об этом можете забыть, как правило, у меня такое было, у моего товарища такое было, когда пришло письмо, ты его закинул, думаешь, ну, что-то там из DMV пришло, приходит много всякого спама, спамов много, и как-то не заметил, а потом выясняется, что пункт, ваши права аннулированы, я один раз приехал в DMV, а права аннулированы, если меня в этот момент остановили, хана, ребята, мало того, что это проблема величиной просто, это, это, это криминал репорт, то есть у вас будет написано, что вы, короче говоря, злостный нарушитель, ездили без прав, несмотря на то, что у вас были права, просто в этот момент они были у вас отменены, потому что не сдали номер, имейте виду, кто живет во Флориде, не знаю, как в других штатах, напишите, как это у вас реализовано, мне интересно, Texas, жесткий штат, я знаю, в Нью-Йорке, как это реализовано, у нас вот так, во Флориде, значит, он некоторые логотипы подгружает, знаете, это краст пицца, хрустящая пицца, и вот шеврон, он подгрузил заправку, не знаю, почему, посмотрите, обозначиваю еще Hertz Ritz-Carlton, то есть он мне показывает, где я могу арендовать машину, а это у нас с вами побережье Golf of Mexico, то есть это Мексиканский залив, карты, кстати, очень удобно, можно передвигать, просто вот, ну, часто не получается прям так, это он сейчас показывает, где я еду сейчас, ну, прикольно, это у вас, кстати, все то же самое, обалденное приложение в телефоне, которое может, ну, честно, у меня есть, но я им не пользуюсь, некоторые говорят, ну, вот, блин, приложение, хотелось бы установить, ребята, ну, да, оно, кстати, у Volkswagen отдается на несколько лет бесплатно, в отличие от Toyota, которая дает его ненадолго, бесплатно, буквально, по-моему, на полгода, там, или, как бы, на год, а потом все платно, и стоит оно приличных денег, оно стоит что-то в районе, там, по-моему, 9 или 12 долларов в месяц, в общем, так, как бы, ощутимо, когда у вас, особенно, как у меня, 12 машин, то, соответственно, понятно, что вы, как бы, почувствуете, но я реально не пользуюсь приложением практически вообще, то есть он с ключей, я могу всегда завести, если надо, да, может, дистанционно, это позволяет, когда вы в самолете, например, летите, надо прогреть машину, либо, наоборот, охладить, тогда, да, ну, а так, с ключей заводите, и, как бы, без вопросов, так, ну, вот, здесь у нас уже немножечко, можно скорость повыше, ну, вы знаете, все равно разгона, динамики разгона хватает, вот, 50 он мне сейчас показывает уже знак, что есть, на мой взгляд, хватает, но реально подвеска мягче, не знаю, как вот он там, в поворотных поворотах, я, ребят, не буду тут устраивать тест-драйвы со скоростными режимами, потому что машина не моя, все-таки машина чужая, но, единственное, у меня дорога в Майами, она будет подразумевать, во-первых, 70 миль в час, то есть примерно 110 км в час, и будет произвенять использование круиз-контроля, посмотрим, как будет работать круиз, расскажу, потому что у меня, в моем, в моей версии Volkswagen, у меня стоит только Distronic, у меня нет удержания полос, здесь посмотрим, как это будет работать, насколько это будет комфортно, там, потому что на Highway это легко проверить, ну, что ж, ребята, в общем и целом, такие вот у меня ощущения, очень приятные, ничего сверхъестественного я не испытываю, потому что у меня уже эта машина есть, вот, кстати, тоже один из конкурентов, это Traversy, Chevrolet Traversy, очень удобный третий ряд, вот, красивые места тут, это живой комплекс очередной, очень удобный третий ряд, большая машина, и, в принципе, это, ну, однозначно одноклассник, то есть в этом же классе автомобилей ценовая категория примерно такая же, а вот эти ребята очень сильно напрягают, вы знаете, что, как бы, напрягает, вот в США очень часто люди перевозят всякую фигню в своих пикап-траках, они для этого их используют, видите, вот мебель человек везет, например, кровать, там, какие-то стулья, что-то еще, и очень часто у него все это дело вываливается, причем часто даже прямо на дорогу, и кресла, и канистры, и чего только не вылетает, да, это будет ответственность какая-то, но это будет потом, а прежде всего у вас на капоте окажется, не дай бог, вот такая вот, матрасы слетают часто, и вы знаете, ладно, вот он сейчас по, как бы, ну, по простой дороге едет тут в городе, а когда он едет по трассе на большой скорости, там, на скорости 70-80 миль, понятно, здесь очень часто превышение скорости идет, и у него слетает какая-то даже не очень тяжелая хрень, однажды слетела канистра, я ехал на Мазде, и, в общем, Мазда у меня так получилось, что пробила аж низ бампера туда, то есть она залетела под бампер и с большой скоростью, хотя бы была, ну, небольшая пластиковая канистра, короче, в общем, это проблема, я не знаю, почему такой беспредел в этом плане, и почему не обязать хотя бы какую-то, не знаю, либо сетку, как это сделано на грузовых машинах, там и так с них вылетает, но не крупный мусор, потому что сетка сверху натягивается, здесь же пикап-траки, ну, просто загружены всякой хренотенью, едут с огромной скоростью, и очень часто вылетает, начиная, что просто мусор, целлофановые пакеты, ведра и так далее, все это на обочинах потом валяется до уборки, но и, конечно, небезопасно, потому что, представляете, когда у вас кресло или что-то, или там матрас выйдет, или лестница вообще, вот видите, вот впереди едет, вот лестница, видите, у него наверху, стандартно, лестница на дороге, это прям как листья по осени, просто жесть, это очень сильно мне не нравится, и я не понимаю, почему такое, ну, категорически пофигистическое отношение к таким важным аспектам безопасности, вроде в Америке очень много безопасности уделяется, при этом, ну, в общем, мне кажется, что как-то обязать делать какое-то более надежное крепление, ну, не знаю, особенно накрывать пикап-траки, потому что лестницы у него там худо-бедно закреплены, и там уж совсем надо быть дебилом, чтобы их не закрепить, но, тем не менее, это случается, особенно у строительных бригад, в общем и целом, ребята, машина, зачет, обращайтесь, кому надо быть, напоминаю, что у меня есть инстаграм, есть фэмбэнс, телеграм-канал есть фэмбэнс, иногда я делаю вам обзоры домов, там, примерно раз в месяц делаю, иногда я делаю вам вот такие вот обзоры, когда и дорогу показываю, и что-то еще, ну, вот сейчас мне нужно совершить перестроение, 55 здесь ограничения, я легко разогнался до 53, перестроился, руль не немецкий, руль тойотовки, немного мылки все равно, возможно, что можно установить сейчас систему удержания полосы, он будет пожестче, но это я уже на трассе попробую, с вами обязательно поделюсь, а так, пожалуйста, кому нужна будет машина в аренду, пишите в инстаграм, юсфэмбэнс, кому нужна будет покупка и отправка в вашу страну, юсфэмбэнс, телеграм-канал у меня все время, там идут машины и обновления по ценам, а сейчас я еду, кстати, тойоту завожу на ТО и оставлю ее на ТО в Тойота Центре. Ну, вот как-то так. Все, ребята, пока-пока, я приехал в Тойота Центр, не знаю, если будет что-то интересное, вам поснимаю, там дальше Лексус Центр, Лексус Центр у нас еще один новенький строится, так, ух, чуть-чуть дали газу, с небольшой задержкой, о, кстати, посмотрите, сабурбанчик белый, надо посмотреть, сколько стоит, выложу в телеграм, кстати, про сабурбану, сейчас гляну, сколько стоит, себе еще, если честно, думаю, взять сабурбан, ну, либо Тахо, мне очень нравится, здесь у нас, смотрите, есть у нас краун, таком стоит одна венса несчастная, и, по-моему, все, ну, там что-то еще, сейчас посмотрю, есть ли какой-нибудь Гранд Хайлендер или что-то в этом роде, так, стоп, так, ну, что, ребята, давайте быстренько, я вам еще, просто мне самому интересным, посмотрим, давайте, сколько у нас, сколько стоит, нету стикера, нету стикера, ах, эти Тойотовцы, блин, стикера убирают, стикеры, хайлендер платином, стикеры убирают, потому что надо покрутить, помутить с ценой, вот, ага, нашли, 53 тысячи, это хайлендер, это не Гранд Хайлендер, это обыкновенный хайлендер, капитанские кресла, ну, и видите, 52,729, и вот они сделали тонировку, 600, промолад, ну, вот, 53, 500 как-то так, а, а это на номерах дилерских, это, видимо, она, короче, они еще чуть-чуть покатают, а потом выставят туда на ту площадку с завышенной ценой, это норм для дилеров, сегодня так они делают, поэтому вы не удивляйтесь, когда я вам показываю, какие-то машины, а у них там какой-то пробег, там, 600, 700, 1000, то есть она на дилерских номерах сейчас поедет и, соответственно, встанет, как был, все, ребят, вот есть Corolla, Corolla Hatchback, почему-то открыли, ушли, главное, 26,535, кому надо, вот, ребята, имейте ввиду, есть, ну, и рапчики я уже показывал неоднократно, это, кстати, с пробегом оба автомобиля, они не новые, все, ребята, пока-пока, сегодня у вас был вообще тест-драйв Volkswagen, поэтому поделился с вами Volkswagen, а информацию по поводу Chevrolet Suburbano, белого того, я сейчас подсниму и выложу по себе в телеграм-канал, кто там, пожалуйста, подписка на телеграм-канал, у меня бесплатно, имейте ввиду, ребят, вот смотрите, рубрика по скрипту, вот смотрите, впереди меня сейчас обогнал, он оттуда аж из правого ряда перестраивался, подрезал, вот едет человек, ну, стройка, видимо, занимаюсь, вот у него бетонную, бетономешалка, и смотрите, просто вон там доски лежат, видите, ничего не закреплено, доски, вон ящики, то есть, и сейчас вот эта халабуда вся выйдет, скорее всего, на трассу, но он и без трассы, сейчас, смотрите, со светобора он рванет первый просто, вот со всего, со всей дури, как только зеленый свет загорится, и при этом легко оттуда вылетит вам под колеса, вот это вот, допустим, полено, которое вообще ничем не закреплено, вот не знаю там, ну, то есть, он так примотал на отвали, вот давайте так это назовем, это жесть просто, я не знаю, как это вообще возможно, но тут, мягко говоря, не то, что безопаснее пахнет, это прямо опасностью, поэтому, когда смотришь пункт назначения, фильм, кто смотрел, вот это вот ровно из того разряда, этот пункт назначения каждый день на дорогах, это я вот не придумываю, и сзади меня еще такой же едет, сейчас покажу, вот смотрите, вау, пошел он сейчас, вот они сейчас закусятся вдвоем, вот тут просто таракан здоровый такой, с дополнительным баком, а этот вот вперед дунул, в общем и целом вот эта вот ситуация, и вот у него все болтается, от него лучше держаться подальше, лучше вообще, когда он съедет, и при этом, как вы видите, он ушел, ушел тапочку в пол, короче, первый, ну, а вот сразу за ним еще камикадзе один, который подставляет сейчас под все его, возможно, которые, не дай бог, конечно, но выпадут за эти бревна, ну, вот видите, ушел все, то есть учитывая то, что я сейчас еду с небольшим превышением, то есть 45 мили, я еду 50, а он едет еще быстрее, я просто вам решил как бы заснять, все, унесся. Так, ребята, еще продолжение вечерней, у меня заезд, и, соответственно, смотрите, как красиво светится прямо в дереве сделаны подсветка, видимо, там внизу есть такой расстояние, видите, как светится, то есть и подсветка двери, подсветка сзади здесь, и вот это, конечно, фишка, тоже очень прикольно, первый раз я такую вижу, ну, в Mercedes-Benz, понятно, BMW, но здесь вот прям очень все, посмотрите, как это все дело выглядит, очень даже достойно, и, конечно же, то есть можно, видите, рукой не касаясь, вот как-то так, тоже такие моменты, которые, может быть, вам будут интересны, ну, вот это вот прям фишка. Так, ребят, ну, рубрика подскрипт у меня сегодня будет длинная, потому что я сейчас еду, сейчас еду в пробке, стою, и у меня работает полностью автопилот, то есть, ну, точнее сказать, круиз полноценный, держит расстояние, держит, видите, вот полосы загораются периодически, причем он определяет, где полоса прерывистая, где полоса сплошная, то есть, если я буду ехать слева, он мне сделает обе полосы, вот эти вот, покажет, что, вот сейчас вы меня видите, обе прерываются, да, там у меня такая же, кстати, показана на, на убавлом стекле, да, на Head-Up Display, вот он остановился у меня полностью. Ну, и, соответственно, если я буду ехать слева, то он мне покажет слева сплошную полосу, и, соответственно, справа будет прерывистая, так, сейчас посмотрим, вот он дальше поехал, смотрите, вот буквально несколько секунд, он легко в пробке, если он быстро разгоняться начинает, конечно, такое себе, особенно на мокрой дороге, я все равно немного, ну, как бы страхую тем, чтобы, если что, тормозить, но пока машина вроде отрабатывает нормально, и могу сказать, что движение в пробке с помощью вот этого вот круиз-контроля, оно вполне себе такое подходящее, но тут была авария, поэтому была пробка. Бух! Так, ну, в целом едем, вот 45 у меня миль стоит, он читает расстояние до следующего автомобиля, вот сюда же мне, видите, он показывает, выводит все, так, ребята, ну, в общем, для движения в пробках сам по себе, вот, смотрите, сейчас перестроюсь, у меня изменятся полосы, и у меня левая полоса, вот сейчас, смотрите, я поменял, видите, теперь она стала сплошная, а правая стала пунктиром, то есть, ну, прерывистая, соответственно, сори за качество, вечер просто уже, и что могу сказать, в пробке он работает идеально, то есть движение по пробкам в Volkswagen, круиз-контроль, который вот этот адаптивный полностью, с удержанием полосе, он немножко подруливает, руль становится тяжелый, единственное, что, значит, момент такой очень важный, я ехал со скоростью 45, и машина увидела, читала знак, вот сейчас смотрите, впереди красный свет, видите, вот сейчас у меня будет торможение, торможение достаточно плавное, в отличие от Honda и Toyota, очень плавное торможение, я все равно вот ногой страхую, но не нажимаю пока, а вот он у меня сейчас сказал, что положи руки на руль, ну, короче, пришлось, соответственно, положить руки на руль, не удалось вам пока, то есть торможение плавное, четко держит полосы, причем даже, вот смотрите, сейчас проехал перекресток, он даже не прервал полосы, хотя линия сама прерывалась, но я проезжаю перекресток, он продолжит, продолжает удерживать машину в полосах, единственное, но, вот он сейчас говорит, что типа, положи руку на руль, и если я не положу, он делает одно резкое торможение, дальше не проверял, но сзади меня автомобиль, и поэтому, если я не положу руки на руль, он резко начинает останавливаться, это как бы такое себе, потому что, если сзади вас машина едет близко, не соблюдать дистанцию, ну, есть вероятность того, что кто-то вам едет, он, знаете, он не останавливается полностью, он просто делает толчок, такое торможение, то есть, как бы, вас будет, да, то есть, показывает, что началось торможение, но при этом продолжает двигаться, но самое такое обидное, так скажем, даже, сказать, неприятное, это то, что, сзади чувак, у него фары выключены вообще, его даже не видно, самое неприятное, то, что у нас есть такие знаки, которые, когда вы едете, например, вот 45, и есть знак 20, который говорит о том, что там надпись есть, например, возле школы, что van flashing, то есть, когда моргает днем, когда школьники выезжают, то есть, там 45 привычная скорость, при этом до 20 нужно снижаться, когда флешинг, я ехал 45, машина увидела знак 20 и стала тормозить, я сейчас постараюсь, там у меня есть такой на дороге такой знак, я постараюсь продемонстрировать, но это было очень неприятно, потому что, по факту, он за меня сам стал останавливаться, опять-таки, это происходит только в режиме автопилота, то есть, ну, не автопилота, а адаптивного круиза, и это капец, как напрягает, потому что машина увидела знак 20, но она не понимает van flashing, вот сейчас смотрите, у меня сзади никого нет, дорога пустая, я никакой опасности сейчас никому не доставляю, при этом, давайте посмотрим, вот он сейчас просит меня положить руки, попросит, вот он сначала предупреждает, что, пожалуйста, положите руки на руль, и вот теперь он, и сейчас смотрите, произойдет торможение, я уже просто к нему готов, вот я не делаю, вот видите, памс, вот такая, то есть, такой резкий, резкая остановка, но машина при этом продолжает удерживать скорость, то есть она скорость не потеряла, он меня таким образом будет, но продолжает двигаться, посмотрите, он продолжает двигаться, он не отключил мне систему адаптивного круиза, но уже чаще, то есть уже через более короткий промежуток времени он мне включил уже следующее предупреждение, то есть, таким образом, если вдруг вы за рулем уснули, машина вас будет пытаться будить, я не знаю, что произойдет дальше, надо просто будет попробовать на дороге, что будет происходить дальше, но для этого у вас должна быть абсолютно спокойная, ровная дорога, чтобы у вас не было других участников движения, так, рестарт и поехали, и вот он начинает, начинает разгон, удерживается в полосе, все хорошо, то есть, скажем так, как к любому круизу надо привыкать, очень полезная, классная функция, очень хорошо работает, нету никаких замечаний у меня по работе круиза, пока на сегодняшний день, я всегда говорю, что лучший круиз у Lexus, вот, ну, из моих машин, Honda, отличный круиз, но очень резкие торможения и очень резкая, как бы, отработка зачастую, это напрягает, Toyota помягче, идеальный, самый идеальный Lexus, он не, когда где-то линия прерывается, он не останавливается, то есть, ничего не происходит, в принципе, все классно, и у Toyota, и у Lexus еще и в пробке машина не теряет полосы, она до самой низкой скорости держит, идеально, и, в общем-то, все классно, но здесь пока это еще лучше, то есть, немцы реализовали на Volkswagen, на вот этом последнем, мне кажется, идеальную систему, которая, в принципе, если вот вы даже просто держите на руле, вот, буквально пальцами, он уже понимает, что вы, в принципе, контролируете ситуацию, он не смотрит за вашими глазами, как это реализовано в BMW, например, да, когда, если вдруг вы отвели взгляд, или не смотрите на дорогу, вот, ну, все равно, вот тут вот он проходит время, но при этом, вот к этому тормозному усилию, ну, то, что происходит в этом толчку, ну, нужно быть готовым, и, безусловно, машина не теряет скорости, соответственно, вряд ли, как бы, там, сзади кто-то в вас въедет, но такой ощутимый достаточно толчок, вот он, соответственно, вот сейчас он, ну, я положил руку, поэтому я просто сзади там машина, я сейчас не буду рисковать лишний раз, тем более машина еще не моя, и вот впереди он, видите, знак, он говорит, что 45, сейчас посмотрим, будет ли он мне притормаживать, ну, да, он мне притормозил машину до 45, то есть я могу ее разогнать, если давлю, но когда вы едете на круизе, он, в принципе, сам отслеживает знаки и сам выдерживает скоростной режим, это очень круто, особенно, мне кажется, знаете, для тех, кто, ну, на тех участках, для тех, кто строго собирается соблюдать правила, в зоне аэропортов, школу, там, где очень важно вам не забыться и не нарушить ничего, потому что можно получить, ну, тикет, я уже рассказывал, короче, ребята, система совершенствуется, и могу сказать, что новый Volkswagen реально отрабатывает свои системы, особенно, когда вы едете в активном круизе, очень-очень классно, нигде вы ничего не перепутаете, нигде не забудете там убавить скорость, добавить скорость, знаки все считаются, но важно, чтобы знаки были нормальными, и вот интересно, как он поведет себя, если он увидит, например, строительный знак ограничения, потому что очень часто строительные временные знаки стоят, ну, тут вот надо вам все время быть, как бы, начеку, если вы едете, опять-таки, в режиме активного круиза. Торможение идеальная, расстановка вот этого вот расстояния до торможения, вот сейчас впереди красный свет, мы будем останавливаться, и машина будет сама отрабатывать. Подруливает очень хорошо, ну, вот она сейчас, вот у меня практически до полного торможения. Рисковато, все равно немного рисковато, но, в целом, это пока лучшая, скажем так, динамика, если можно так выразиться, торможение, так сказать, отрицательная динамика, да, сейчас модные выражения. Ребят, ну, в целом, большой-большой плюс, большой-большой новый прорыв, и для Volkswagen, я скажу так, что это, конечно, уровень. Ну, все, ребят, я надеюсь, я полностью раскрыл фишки. Если у меня что-то еще появится, я обязательно отдельно запишу ролик, как машина будет вести себя, там, тем или иным способом. Да, еще один момент, это автопарковка, режим автопарковки. Я собираюсь поехать в Volkswagen и с ними прямо разбираться, потому что режим автопарковки работает крайне коряво. Я дважды включал паркинг, и он ориентируется, во-первых, а, только на машине стоящей, которые, ну, вот, смотрите, вот уже, ну, вот, в принципе, не, ну, нормально, нормально отрабатывает торможение, ничего не могу. Вот я сейчас ничего не делаю, машина полностью останавливается сама. Динамика дальнейшего разгона в зависимости от впереди идущего автомобиля, вполне себе уверена, но про автопарковку, вот, которая здесь вот есть у меня, режим автопарковки стоит, и, ну, я вообще не рекомендую им пользоваться. Машина у меня дважды пыталась запарковать в дерево, или там, в любой стоящий, ну, короче, ему не важно бордюр, и он ориентируется по автомобилям. Это вообще большой-большой вопрос, который я собираюсь Volkswagen задать. То есть, ну, я пробовал эти режимы, и отрабатывает он крайне коряво. Ну, единственное, что могу сказать, что, конечно, автопарковкой редко кто пользуется. Параллельный паркинг не пробовал, пробовал просто вот парковку на лоты, да. Прямо такое себе, возможно, что-то не так в настройках, или машина что-то путает, но просто рядом бордюр, и он мне пытается... То есть, понятно, что я пока не доверяю, как и многие, и, в общем... Вот, кстати, сейчас мы будем с вами ехать, приезжать участок, смотрите. Участок 45, и сейчас будет ограничение школы. Вот это очень интересно. Вот, смотрите, я 40 буду ехать для того, чтобы резко торможить. И сейчас у меня будет знак 20, но знак 20 написано в Мфлэшинг. То есть, только когда школа работает, и, соответственно, вот в этот момент должно отработаться. Вот сейчас смотрите, вот прям забавная ситуация, я прям подготовлюсь к ней. Вот знак 20 сейчас. И понятно, что сейчас вот он тут, вы его все видите? Видите? Вот он, он у меня все, он у меня до 20. То есть, он увидел знак 20, хотя не читает в Мфлэшинг, и все, я иду 20. Вот он мне теперь оба знака показал, что зона школы, и я еду в потоке 20 единственный. Ну, короче, поняли, да? Ситуация такая, и вот он мне даже здесь показывает оба знака. Это имейте в виду, кто будет покупать себе такие фольксвагены, что вот такие фишки есть, и кто пользуется. Я всегда пользуюсь активным круизом, дороги всегда у нас тут ровные, удобные, и, в принципе, ну, как бы. Ну, при этом он мне говорит, что вот автопилот у него выставлено сейчас на 20. То есть, пока я сам принудительно не увеличу. 50 куда-куда разогнался, 45. Ну, вот. Так, ребят, все. Мне кажется, я уже такой вам развернутый прям дал вариант своего тест-драйва, что очень даже... Единственное, обязательно задам вопрос фольксвагену, какого хрена он, простите за выражение, паркует меня мимо лота в дерево. То есть, если образно, ну, какой-то неопытный водитель будет сидеть или довериться машине, то машина его запаркует куда ни попадет. То есть, абсолютно. Да, будут датчики, они, конечно, сработают, и он до конца не доедет. Он не даст вам возможности, там, врезаться, например, да, или совершить какую-то аварию. Но это очень коряво, и это очень непонятно, почему таким образом совершается парковка. Этот вопрос я с фольксвагеном буду обсуждать, благо у меня с ними хорошее отношение. Все, ребята, сегодня огромный ролик, огромный отзыв. Я считаю, что машина получилась крайне классная. У нее просто куча суперских вещей. Она на две головы выше, не на голову, на две головы выше, чем предыдущий. Но вот такие вот интересные особенности есть. Пока у меня больше вопросов, или, точнее, единственный вопрос, который возник, это к автопарковке. Все остальное, вот видите, сейчас тоже у меня полоса, получается, здесь прерывается слева, а справа сплошная. И вот он мне тут же показывает, что у меня справа сплошная. И, соответственно, даже когда есть какие-то разъезды-въезды, то есть он все равно будет удерживать полосу. Это отлично. Все, ребят, пока-пока. Сегодня вот такой вот ролик вам. Так, ребят, еще очень важная информация у меня появилась по этому. Ну, во-первых, он заранее предупреждает, что у вас знаки впереди, что будет. Очень неплохо держит даже такую вот, как бы, дорогу, которая извилистая достаточно. Ну, не сильно большой угол, но держит. Но только что проверил. Дело в том, что на моей извилистой дороге очень часто появляются знаки 20, 35, 30, 20, то есть меняются. И очень важно понимать, что когда он увидел знак 35, он реально прибавил мне скорость. То есть, если я, опять-таки, все, еще раз повторюсь для всех, что только в режиме автопилота. Так вы держите скорость, и, естественно, без включения адаптивного круиза он не реагирует на это, на все. Но в случае, когда у вас стоит круиз, и если вы выставили скорость, то он как уменьшает, так и увеличивает. То есть на знаке 20 все меньше, а на знаке 35 он мне ее прибавил. То есть вот такая вот еще информация вам. Это очень странно. Первый раз вижу, чтобы машина прибавляла сама скорость. Ну, то есть фактически вы спокойно едете и едете. Нет разметки, разметку он и не видит. Все, ребята, теперь точно пока.